и всем здарова всем не хаосом я про скрим это вторая часть обзора чего 2 потому что посмотрите на мой телефон посмотрите на мой ум посмотрите на мой запись который решает каждый раз улетать на чем я становился а на меди на меди что с ней можно сделать медь окисляется из этой меди которые из меди которые медь из меди из медного блока я забыл словах можно сделать ступеньки и полублоки которые тоже также окисляется эту медь с помощью топора и нифига можно брать топорик можно взять соту тыкнуть на неё но ничего не произойдет моджа а что не за справедливость почему в джаве майкрофте можно вот здесь нельзя но есть один плюс может и паром снижи и собирают финтифлю ну а зачем мне это если у меня нету чтобы я делал так чтобы ващеный стал медобег не знаю вы тоже не знаете продолжаем следующее что я хочу вам показать это как это еще как это называется это что-то с чем-то я не знаю как это объяснить сейчас скажу ребята вот это и это вот это копельник капец это сталактит который растет сверху вниз а сталагмит который внизу когда мы на него прыгаем на специальный период выживание хотя зачем нам и на него прыгаем мы будем ползать урону прям часы перейду выживание и посмотрим что произойдет а произойдет бабах потому что я что-то туплю когда мы почему я и чему не могу по ним ползать вот-вот они я просто воздухе когда я на него прыгаю я получаю урон то же самое когда то же самое когда на меня то же самое когда на меня падает этот сталактит что он упадает у меня падай падай женщина я по кроме меня получила курицу урон бедная курочка короче мы можем ставить его ну кроме этого он будет расти на вот блоках под названием натечный то есть капельный блок он кажется из четырех вот этих капельников он они на нем будет расти также они могут также же асталактит и сталагмит могут соединяться их муж капать вода но она не будет обладать я как это называет я все забыл ребят я просто вторую часть начал снимать и я вообще в котел и вода не будет младше только она будет новаться когда сверху будет находиться источник воды или источник лавы что сейчас вам и продемонстрирую я расставил источники на которых которых не кого-то источник лавы источником воды и теперь они должны наполняться как мы видим тут уже капает лава потихонечку скапывает и наполняет нашу очень медленно наполняет через 40 лет наполнит я вам это обещаю приходим к следу слышишь нам понадобится этот три слитка меди которые такая получить я вам уже объяснял после этого заходим верстак и делаем посередине вот так три слитка меди почему мы получаем грамма отвод у нас как раз с дождь пошел мы за грамма то оставим вот на кой чистая местность вот сюда он будет отвлекать молнии вот давай час самодис помнил в радиус сидите четырех блоков сейчас давайте сейчас попробуем нас помнить эту молнию который как раз и призовет и опять какой-то не сказал скачал я скачал дичь под названием игру простите сейчас вызову мы сама молнию а на полуке должна быть ударить в грамоте в грамоту не нифига давай попробуем купить грозу может быть с грозой получится я создаю стоим вместе ждем до ударит вы расколы но вот ударила из него получили к искры вагу клево а теперь мы переходим дальше начнем с одного из новых мулов а это освещающий спрут он появляется в лужах может так сказать пещеру день есть вода пещера здесь когда мы его убиваем из него падает вот где вот сейчас я все выпадает из него падает свечащийся пузырёк с чернилами когда мы его ударяем он как он становится темным и как бы дает чернил и уплывает он со временем становится опять яркий что из с помощью этого мы можем сделать помощью этого порошка ванильного можем сделать очень много всего первое это взять рамку обычную и вот этот счащийся пирожок как искал порошок с чернилами и мы получим встречающийся рамку когда мы включу ночь время ночь а а я узнал всегда извиняюсь сейчас так все теперь мы включаем ночь ночной пирожок и мы видим то что предметы которые находят свечащиеся рамки намного лучше видны чем в обычный намного лучше то есть вот обычно не очень все плохо вот то что находится сейчас я понятное дело лучше так поступаем дальше я не буду кричать день короче что мы делаем дальше с помощью двух сетках меди и одного метиста как добыть я уже объяснял мы получаем подзорную трубу подзорная труба это как ванильный optifine то есть если например мы будем зажимать на без руки просто нажимаем нажимаем на телефон зажимаем это и когда отпускаем все нормально а на компьютере это пронятное право кнопкой мыши мы можем продолжать смотреть на всякие разные инструменты вот например вот я смотрю сейчас на это на из подзорной трубы смотрю на подзорную трубу на крафт этой подзорной трубы смотрю все в этом роде это очень крутая вещь у нее еще есть своя анимация сейчас покажу видите меня в руках находится этот это подзорная труба когда нажимаю я конечно смотрю на себя не приближай ничего и как выйти я когда начинаю крутиться я кручусь медленнее то есть это смедляет как бы их видите анимация такого я просто к и прям ровно у меня прям ко мне если нам не подходит но к этому прям ровно прям глазу скажи прям ровно глазу скажем крона к пирожку вот они там много убор я башкой а ну если это куб не смотрю так и смотреть то все нормально итак работает просто на компьютерах и поделись да подожди на компьютеров f1 и как боже как будто птифан я сейчас крыл диката то самое нет нет здесь у нас по ходу или подождите или можно или нельзя и это тонированное стекло она сделала делается из обычного стекла и мы обкладываем вишневая семерка мы обкладываем фисами и получаем тонированное стекло тонировое стекло представляет себя тонированное стекло которое не пропускает свет то есть мы видим то что тут стоит файл а он не пропускать никак света мы его ломаем и заходу когда ломаем факел то есть становится тиму мы закрываем и в той комнате вообще полноте надо мы заходим опять ну и общем вы поняли меня этот блок выживание сейчас я сейчас могу в кочку проведем струющие когда мы ставят тонировое стекло мы можем сломать то есть мы ломаем крепкая она выпадает еще один плюсик возвращаемся к тому моменту помните я вот там была медь была медь я пытался на нее наткнуть тыкать по вот этим ок а уже работает сотый меня ничего не получилось как я понял тут нужно делать обычный медовый блок плюс 100 и тогда мы получаем ващеный почему-то ващеный слегка окисленный медный блок ой алло ты куда вылетел вот и попрощались мы с нашим медным блоком ващеным поэтому так долго искали реально как будто они не светятся ну скорее как будто светится скажи они не светятся они не светятся это кажется что они светятся обойдите как они какие-то неоновые текстуры сделали в общем вы поняли про и проходим ломер Zum